Добрый день! Сегодня мы поговорим о сотовой связи, о том, как она начиналась в Омске, о ее развитии и перспективах. И у нас в гостях региональный управляющий директор компании Теледва Омск Олег Гильборд. Добрый день! Добрый день! Олег Лазаревич, Вы стояли практически у истоков зарождения сотовой связи в Омске. И в этой связи хотелось бы узнать, как зарождалась сотовая связь и с какими трудностями сталкивались. Сама идея развития сотовой связи на самом деле в Омске зародилась в 1993 году, когда уже в Москве работала Московская сотовая связь, так называемая. И сама идея начала витать уже в воздухе. И тогда мы начали заниматься поиском инвестора, оформлением лицензии и прочее, прочее, прочее. То есть на самом деле бизнес был очень незнакомый. Были, конечно, большие риски, потому что вложения были достаточно приличные по тем временам. И вот исходя от того, что в конце концов это все свелось в решающую стадию, в августе 1994 года была зарегистрирована компания Сибирская сотовая связь, которая в своем составе имела иностранного инвестора, Мелеком Интернешнл Селуар тогда. Это была обл. администрация, Сибирь, в то время электрическая связь в Омской области и частные инвесторы. И, получив лицензию на предоставление услуг в диапазоне 800 МГц, АМС-ДАМС, мы начали работы по внедрению сотовой связи. В январе 1995 года в Омск поступило оборудование. В то время планировалась установка коммутатора одного и одной базовой станции. Вот так выходили на рынок? Да, вот так выходили на рынок. Значит, если брать местоположение, все это располагалось в районе 31 АТС на Съездовской, это за голубым огоньком. И в конце апреля 1995 года система сотовой связи была запущена в опытную эксплуатацию уже. То есть были первые звонки, были первые разговоры. Значит, из истории еще стоит отметить, что по датам Омск был первопроходцем в именно цифровой сотовой связи. Потому что мы запустили так называемый Digital Arms раньше, чем в Москве на несколько месяцев. Поэтому с самого начала был расчет именно на цифровую связь. Если брать сегодняшние цифры, количество абонентов, может быть, платежи какие-то, которые совершают, то если вспомнить историю, я могу вам сказать точно, что до конца 1995 года абонентская база в Сибирской сотовой связи составляла 420 абонентов. Стоимость минуты была 60 центов. В то время тарифы исчислялись в валюте. И средний счет на абонента в первое время был 140 долларов. Вот можете себе представить. Не каждый мог себе позволить. Если брать сегодняшний объем абонентских баз у всех операторов, то я могу вам сказать, что сегодня в один день в Омске и в Омской области подключается несколько тысяч абонентов. Поэтому можете сравнивать. С самого начала было понятие, что бизнес не быстро окупаемый. То есть это долгосрочные вложения с долгосрочными инвестициями. И к этому были все готовы. Преимущество было одно, что на рынке мы были одни. То есть это был пустой рынок. В то время из мобильной связи была только система Алтай, которая устанавливалась на машины. Имела там вес несколько десятков килограмм, может быть, там в пределах. Носить ее было, естественно, невозможно. Она устанавливалась в багажнике машины. И, соответственно, оснащались ей только люди с каким-то положением. Либо государственным, либо промышленным. Вот, собственно говоря, такая история. Вот так начиналось? Да. Ну вот по тем временам, какой срок вы прогнозировали, чтобы выйти на какую-то окупаемость, на прибыль? Ну не менее пяти лет. Не менее пяти лет? В то время система АМС, она не позволяла, как сейчас, использовать сим-карту любого оператора. Это программировались аппараты конкретно под оператора. Поэтому было так. Ну и в то же время этот стандарт, так как он пришел к нам из Америки, то очень, мягко говоря, медленно развивалась тема абонентских терминалов. То есть их было, во-первых, немного, во-вторых, они очень медленно развивались именно в части сервиса. В то время о передаче данных, ну даже и речь не стояла, и об этом никто даже и не думал. То есть основной упор это были голосовые услуги. Ну параллельно развивалась пейджинговая связь, то есть она вот так как-то... Да, развивалась пейджинговая связь, развивался транк, так называемый, когда с радиостанцией можно было ходить. Поэтому вот в это время, как раз это середина 90-х годов, связь получила именно потребительская связь, не какого-то направления экзотического какого-то, но вот именно коммерческое направление было очень сильно. Ну то есть массовое внедрение, то есть пейджеры тогда действительно помогли показать, что это такая связь, которая нужна каждому. Здесь каждый сам определял себе, потому что я могу сказать еще одну цифру, что начальный пакет в то время вхождения в абоненты, так сказать, стоил 4,5 тысячи долларов. Можете себе представить, что не каждый, наверное, мог себе это позволить. Позволить не каждый, но хотели многие. Хотели многие, более того, по статистике, в то время стационарными телефонами было обеспечено не более 40% населения из запросов. Поэтому, в общем-то и... Да, это была такая реальная альтернатива. Да. Если проследить по годам, то есть у вас такая бурная биография на этом направлении. То есть вы работали в Сибирской сотовой связи, в Билайне, в различных компаниях. Для себя вы сравнивали, где вам больше комфортнее, где, например, нравится, как устроен бизнес, где нравится коллектив. То есть вот какие-то свои ощущения от различных компаний, в которых вы работали. Можете им поделиться? На самом деле я могу сказать, что на сегодняшнем этапе практически бизнес-модели всех компаний, они мало чем отличаются. Потому что само построение бизнес-модели зависит от объема услуг и от размаха компании. Когда я первое время работал в Сибирской сотовой связи, соответственно, компания была сама по себе, в едином числе, так сказать. Мы сами планировали, сами проводили акции, сами набирали абонентов, сами тарифные планы. Единственное, что у нас было, это какой-то показатель бюджета по выручке. Никто в спину не дышал, конкурентов не было. Значит, после того, как я в 2001 году перешел в компанию в МПЛКОМ, мне предложили возглавить филиал, открыть его здесь, в Омске и прочее. Для меня это был определенный интерес профессиональный, потому что совершенно другой размах. То есть это уже федеральная компания, это другие подходы и прочее. И в принципе, сильно отличалось, конечно, от Сибирской сотовой связи. Отличалось в части того, что процедуры другие, они более формализованы, они более централизованы. Но в то же время... Жестче планирование. Да, жестче планирование, жестче планы, жестче спрос, если хотите. Жестче набор персонала. Но уже было с кем конкурировать. Да, было уже в то время, уже работало несколько операторов на рынке. И в том числе и сегодняшний МТС, и Skylink работал. У меня было просто мегафона еще. И, в общем-то, пришлось адаптироваться под эту бизнес-модель. В принципе, это было нетрудно, потому что бизнес знаком. И, в общем-то, достаточно много было, широкие рамки были возможности, будем говорить. Полномочия, инструменты и прочее, прочее, прочее. Далее с ростом бизнеса в МПЛКОМ все больше и больше централизовал, соответственно, функции. Появилось макро-региональное управление, это в Новосибирске. И, соответственно, стали процедуры подходить под необходимость бизнеса. Это централизация бухгалтерии началась и прочее, прочее. То есть строительство, централизация нового. Поэтому, как бы, здесь было, по сравнению с Сибирской социальной связью, это было нечто другое. Когда я пришел в компанию Теледва, здесь еще, может быть, находились то положение, когда компания работала больше как региональный оператор. И, соответственно, были более широкие рамки и полномочия инструментов и процедур. Но после того, как компания открылась еще, после 17 регионов, открылось еще 20, а сейчас еще 6. То, соответственно, это очень большой размак бизнеса. И, соответственно, все процедуры были практически приведены к федеральной компании. И сегодня сказать, что отличается чем-то методика управления, я бы не сказал. Теледва развивается и в других регионах, но вот таких показателей, как в Омске, по-моему, нет ни в одном регионе. На самом деле, я не открою большой тайны, скажу, что Теледва Омск – это самая, наверное, эффективная компания в группе компаний Теледва. И по доле рынка, и по прибыльности, и, может быть, по каким-то параметрам, которые характеризуют качество абонента, качество связи. Потому что по качеству я могу сказать, что недавно совершенно был тест независимых экспертов, да или телеком, и они давали пресс-конференцию в городе Омске, и, в принципе, связь Теледва была оценена очень высоко. По части обслуживания абонентов, ну, наверное, показатель, что сегодня мы лидеры рынка, говорит сам за себя, значит… По объему по сектору, да? Да, ну, в том числе и по объему абонентов, и по выручке тоже. Поэтому это показывает то, что, наверное, качество мы преподносим достойное для обслуживания. Опять же, у вас есть с чем сравнивать, работая в других компаниях, у вас есть опыт. Чего не хватает вот таким большим федеральным компаниям, да, чтобы, ну, активнее отрезать кусок пирога от общего количества абонентов? То есть вы его плотно удерживаете, несмотря что у них есть какие-то там технологии 3G, что-то еще. То есть, с одной стороны, это им чего-то не хватает, или это у вас вот есть такие секреты или там предложения, да, которые вот пока никто не может перебороть? Знаете, на самом деле, в Омске я очень благодарен, вот, то, что сложилась обстановка, что у нас полностью отсутствует черный пиар. И говорить то, чего не хватает у наших конкурентов, ну, как бы, я считаю, что это немножко неэтично. Мы пытаемся реагировать на все изменения рынка. Более того, значит, у нас есть инструменты для этого. Недавно была статья в коммерческих вестях, я рассказывал немножко. То есть, у нас есть инструментарий по обработке данных. Мы, на самом деле, достаточно точно предсказываем изменения рынка на те или иные инициативы нас, либо наших конкурентов. Я имею в виду абонентскую базу, конечно же. Я понимаю. Поэтому мы стараемся не делать личных шагов вслепую. Ну, если, допустим, наши коллеги по рынку вышли с какой-то инициативой, мы никогда не отвечаем на нее сразу. Потому что мы смотрим как раз изменения рынка. Потому что рынок, он инертен в своей структуре. То есть, он не может в один момент вдруг резко изменить сторону одного или другого игрока. Он все равно будет немножко. И как только создался тренд угрожающий, мы, естественно, до этого готовим какой-то ответ. Но как только создался угроза нашему, так сказать, благополучию, мы реагируем на него. То есть, это уже идет осознанная реакция. Это без лишних потерь, это без каких-либо резких шагов. И в то же время, если мы выходим с какой-то инициативой, мы тоже отслеживаем такую же реакцию на рынке. Поэтому я считаю, что вот как раз, наверное, вот эти наши действия позволяют нам сегодня плотно удерживать позицию. То есть, изучение рынка и постоянная готовность к удару. Мониторинг, мониторинг постоянный. Потому что слепую идти сегодня уже не очень хорошо. Это чревато большими потерями финансовыми, ну и потерей, так сказать, положения на рынке. Мониторинг рынка, он позволяет не только отслеживать там действия конкурентов, да, но и какую-то обратную связь с абонентами. И здесь вот влияние кризиса, я имею в виду, какого-то экономического предчувствия кризиса, оно влияет на поведение абонентской базы? То есть, они меньше разговаривают там, меньше подключаются. Или это вот пока уже не влияет? Вы знаете, на самом деле существует такое понятие, ну, я не знаю, может, оно ошибочное в сотовой связи, да, что абонент живет не объемом переговоров, а объемом тех средств, которые он готов инвестировать в связь. И если он готов условно 200 рублей платить в месяц, значит, он будет говорить ровно на 200 рублей. Пусть он будет говорить 100 минут, либо 300 минут, но заплатит он ровно 200 рублей. Поэтому кризис, он само по себе отразился, естественно, и на абонентах наших. Но, учитывая сегодняшние тарифы на сотовую связь и сегодняшний счет, ну, я бы не сказал, чтобы наши абоненты стали резко экономить. Потому что, на самом деле, и так вложения не такие большие. Потому что на сегодняшний момент, я скажу, что средний счет абонентов в городе Омске среди всех операторов в пределах там 200-220 рублей. Поэтому, если он будет говорить не на 220, а на 210, да, ну, значит, ему так удобнее, ему так выгоднее. Но обычно 10 рублей, вы понимаете, это не та цифра, за которой следят очень жестко. Касается бизнес-сегмента, да, там, наверное, существенное. Потому что все-таки компании, которые обеспечивают своих сотрудников служебной связью, они стараются экономить на этом. И там, по крайней мере, у нас есть существенная экономия, некоторые, так сказать. И в то же время мы, естественно, стараемся помочь им в этом. И там создаем некие услуги, либо тарифы, которые позволяют в пределах одной группы абонентов, в частности, разговаривать по минимальным ценам. А у вас большой сектор корпоративных абонентов? Ну, так, в разрезе общего. Я не могу сказать по части, допустим, рынка общего. Нет, ну, вот среди ваших всех абонентов сколько занимает корпоративный сектор? 30, 20, 50? Среди общего количества абонентов у нас занимает порядка 4% всего лишь. Потому что у нас есть признанный лидер в этом плане МТС, который исторически так сложилось, что они вышли первые на рынке в ЖСМ в свое время. И, естественно, привлекли этот рынок. А бизнес-сегмент, он как никто чувствительен к смене номера. Поэтому можно предлагать все, что угодно, да, но если человеку не предложить сохранение номера, то, к сожалению, на сегодняшний момент в нашей стране это невозможно. За это борются? Было несколько таких проектов законодательных, по-моему, в Европе там уже этого добились. Сегодня операторы предлагают достаточно много услуг для того, чтобы как-то заменить это там. В некоторых это называется там легкий шаг, когда звонят на старый номер, ему приходит смс-ка с новым, либо еще и еще. То есть, в принципе, я думаю, что мы еще не скоро дождемся смены. Ну, по-настоящему вот такого. Такого, да, когда будет возможен переход с сохранением номера. Технология все-таки у большой тройки 3G, она позволяет работать и в секторе ШПД очень хорошо, да? У вас этот вот сектор развит? Ну, в смысле, вы работаете в этом? Вы имеете в виду передачу данных. Да, не сама так, конечно. Мы работаем в этом секторе, появилось даже новое направление M2M, так называемое, то есть, машин-то-машин, которое позволяет именно передачу данных, естественно, в том разрезе, когда устраивает и наша скорость, то есть, 2,5G, так называемое. То есть, это короткие транзакции, это какие-то съемные информации короткие и прочее. И я могу сказать, что сегодня вот у нас это направление достаточно успешно развивается, потому что, не открою большого секрета, что сегодня законодательство очень сильно ужесточило правила получения лицензии на коммерческие перевозки, когда надо устанавливать систему местоположения на автомобили, мы в этом участвуем. Появился спрос на дистанционный съем параметров каких-либо устройств удаленных, это там датчики какие-то, там температура, там расходы и т.д. и т.п. и прочее. В принципе, наша система передачи данных вполне устраивает такие моменты, и мы стараемся за эту нишу, естественно, держать. То есть, тут не нужны большие скорости, большие посылки такие? Да, там не нужны большие объемы, поэтому это все успешно проходит. А учитывая, что сегодня, по оценкам независимых экспертов, зона покрытия у нас, будем говорить, одна из самых лучших в области, то мы как раз пользуемся этим. Тем не менее, все идет вперед, в том числе и технологии. То есть, вы пока принципиально не берете за эту технологию 3G или вы смотрите дальше? То есть, есть уже технологии 4G? Мы сейчас усиленно проводим работы по тому, что мы будем участвовать в конкурсе на 4G, но, по крайней мере, пока это высокая политика. То есть, мы согласны, мы готовы. И на сегодняшний момент мы даже предлагаем свой путь решения этой проблемы, потому что вы знаете, что любое освоение новых технологий чревато с освобождением частотного ресурса, который сегодня занят. И на самом деле, сегодня Теледва России выступают с инициативой так называемой технологической нейтральности. Это когда требования рынка, так сказать, обязывает или располагает оператора на имеющихся у них частоты использовать любую технологию, в том числе и 4G. И на самом деле в Европе это давно уже решено и давно это внедрено. Поэтому мы надеемся, что принцип технологической нейтральности, он в любом случае рано или поздно будет внедрен в России. И, соответственно, если рынок требует высокоскоростного широкополосного доступа, оператор будет вынужден для того, чтобы сохранить свои позиции на рынке, внедрять именно это. Уже не оглядываясь на то, что есть у него свободные частоты и лицензии, либо нет. В связи с этим, ваш прогноз, там, на ближайшие 3-5 лет, то есть он, вот, рынок сотовых связей по этому пути и пойдет? Или все-таки новые скорости, которые судят 4G, то есть пойдут по этому пути? Или все-таки будут, как это внутренние резервы? На самом деле, я не скажу большого открытия. Есть мнение экспертов, есть мнение консалтинговых агентств федеральных, которые считают, что рынок голосовых услуг еще будет востребован достаточно долго. И, по крайней мере, до 2015 года он будет составлять не менее 60% от общего дохода по мобильной связи. Поэтому мы, конечно же, готовы развивать мобильный широкополосный доступ, как только нам дадут возможность это сделать. Возвращаясь к вопросу, ну, не скажу противостояния, но, по крайней мере, такой бок о бок работе с компаниями федеральными, то есть их называют «большая тройка», да? То есть у вас нет такого некого комплекса неполноценности? Да, с одной стороны, вы вроде как не входите в «большую тройку федеральную», но, тем не менее, именно в Омске, то есть у вас доминирующие позиции. Вот эта ситуация вас никак не напрягает? Вы знаете, на самом деле комплекс неполноценности – это чисто человеческие, так сказать, черта характера, да? И, на самом деле, когда у компании есть чем отметить, то, в принципе, такого комплекса возникать не может. Более того, я считаю, если у руководителя появляется комплекс неполноценности, то ему надо уходить с этой позиции. Мы общаемся абсолютно нормально со своими коллегами из федеральных компаний, у нас абсолютно нормальные отношения, чисто человеческие. И, более того, мы никогда не позволяем друг другу, по крайней мере, с их стороны, я никогда не слышал там какие-то высказывания, что вы ведь ребята неполноценные, и вот так вот. Такого нет, слава богу, в Омске нет. Поэтому я считаю так, надо просто работать, и работать исходя из тех условий, в которых ты поставлен. И делом доказывать там? И делом доказывать, да. А дальше уже, ну, бывают случаи, конечно, форс-мажорные, когда ничего сделать нельзя, но, слава богу, пока такого не было. Продолжая тему, мы сказали, черта характера, то есть вы руководитель какого направления? Демократичного, там, жесткого, административного? Не бывает руководителей того или иного направления однозначно. Здесь должен быть какой-то симбиоз управленческих компетенций, так называемый. И я могу сказать, что, наверное, я ближе стою к демократическому все-таки принципу, потому что я считаю, что основная задача руководителя, если он хочет получить достойный результат и не заниматься всеми мелочами, это, в первую очередь, подобрать себе ближайших замов, достойных, так сказать, профессионально, которым можно доверять, которым можно позволить, в свою очередь, набирать себе подчиненных, исходя из их, так сказать, черт характера и прочее. И далее, как можно больше, по возможности, делегировать им, по помощи. Тогда вы получите результат, потому что, когда человек оставит в узкие ранки, в первое время он пытается из них выбраться, потом он просто склоняет голову и начинает идти ровно по одной прямой. Вот такого быть не должно. И более того, если вы его отдергиваете по каждой мелочи... Если у него можно погасить всю инициативу. Да, я могу вам сказать следующее. Существует ровно один принцип решения проблем. Обсуждение, когда идет, все равны, все могут высказать свое мнение, но как только решение принято, никому уже не интересно твое мнение, оно не обсуждаемо, оно выполняется. Нужно было высказываться до того? Да. Значит, если ты не смог доказать, что ты прав, значит, надо забыть про это. Поэтому я считаю, что есть где-то демократия, когда вы обсуждаете, но есть жесткий административный подход, когда уже надо выполнять это все. Тогда как продолжение черт характера, ваше хобби? Хобби, я считаю, для человека это некое, наверное, отдушина уходить от мирских дел, от работы, от наших реалий жизни и прочее. Скажу честно, у меня, вот я так и не смог себе найти какого-либо хобби, такого, чтобы я там мог все бросить и заниматься только этим. У меня, конечно же, существует отдушины, которые я могу себе позволить. Сейчас немножко меньше, может быть, другая ситуация, может, меньше. Но у меня было такое, если у меня были какие-то психологические напряженные моменты, я просто вечером садился в машину, включал громкую музыку и один ездил по городу. Но это способ снять стресс. Да. Ай, нет. В то же время хобби, ну вот, люблю хорошие машины. То есть я не могу похвастаться, что я их имею, потому что я вам честно скажу, сегодня я езжу на служебной машине, в Теле-2 не принято иметь водителей личных, то есть даже у нас президент ездит сам за рулем, как бы это нормально. Это шведский подход экономии, кстати, поэтому, как бы, но если появляется возможность где-то прокатиться на хорошей машине, я его не упускаю, конечно же. Вас привлекает внешний вид, внутренний комфорт, скорость. Наверное, в комплексе. Ну, я хотел выявить параметры, да? В комплексе, да. И я вам честно скажу, когда машина хорошая и скорость хорошая, и хорошая маненность, я получаю от этого действительно удовольствие. Сколько времени вы отдаете работе? Ну, вот так, из общего количества в сутки. Из общего количества обычно где-то в сутки от 10 до 12 часов. Это не только в рабочее время, потому что чаще всего приходится иногда задерживаться и подписывать бумаги. У меня есть, естественно, корпоративная почта дома, когда требуют иногда ответов, потому что у нас все-таки Москва работает со сдвигом, поэтому вот приходится вот так. Такая у вас судьба руководителя. Ну, я не жалуюсь. Понятно. Спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. А я напоминаю, что у нас в гостях был региональный управляющий директор компании «Теледва Омск» Олег Гильбурт. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго.